83 живу не в своей тарелке хочу поменять все и не могу на одном месте топчусь посоветуйте я знаю ответ на этот вопрос он не настолько поверхностный настолько насколько бы казалось или хотелось бы понимать и это связано вот с чем для начала нужно понять или разобрать саму причину как вообще формируется события человека с чем это связано и в каком направлении может развиваться его судьба можем ли мы каким-либо образом этим всем управлять ну для начала начнем думать вот о чем или начнем наверное даже с бога знаете то есть человек создал бога человек создал бога и создал он его и тут такой вопрос чем отличается человек от животных он наверное его создал чтобы человек отличался от животных это разумно разумно если он его создал таким чтобы человек отличался от животных то чем отличается человек от животных разумом а еще чем чувствами человек может чувствовать человек может чувствовать долго постоянно и разум в этом участвует то есть разум участвует в том чтобы человек чувствовал а что же человек вообще в своей жизни может чувствовать тут такой ответ человек может чувствовать только две эмоции а все остальные эмоции это разновидности этих чувств какие же это эмоции человек может либо страдать либо радоваться то есть все остальное это всего лишь проявления либо страдания либо радости таким образом можно сказать что человека создал бог на земле для того чтобы человек либо страдал либо радовался все остальные проявления чувств любовь это радость но любовь может быть страданием там дети родились радость деньги заработал радость посмотрел политические новости страдания то есть можно условно сказать что человек устроен по принципу чувственному при котором он может сходиться только к двум чувствам испытывать либо радость либо страдания гипотетически для чего бог создал такие чувства у человека ну по моему мнению я думаю что он создал как элемент расплаты то есть бог создает каждодневный процесс который происходит жизни человека то есть это воздух это цвет это еда это или еще что-то но это не бесплатно так как замен он хочет человеческих чувств и человек может рассчитываться либо состоянием радости либо состоянием страдания почему радости или страдания дело в том что страдания истинания это оплата за то что бог создает каждодневную какую-то картинку и тут такой вот нюанс который связан с тем что человек еще имеет сознание и человек чего-либо желает чего хочет желать человек человек хочет желать допустим выйти замуж или человек хочет желать быть богаче и после этого должен быть расчет то есть его жизни должны происходить события в ходе которых он может либо страдать либо радоваться то есть он должен произвести оплату за то чтобы в дальнейшем получить либо страдания либо радость ну и тут такой вопрос наташин вот она пишет я не в своей тарелке и хочу поменять все это не важно главное что вы уже хотите а это ваше намерение и здесь необходимо понять чем вы будете рассчитываться случае если вы радуетесь что вы будете рассчитываться своей радостью случае если вы страдаете то вы будете рассчитываться страданиями а если жизнь аморфной ничего не происходит но это говорит о том что не радости не страдания у вас нет вы смотрите телевизор постоянно или там смотрите какие-то новости не создаете никакие элементы своих чувств и ни за что не рассчитываетесь и ничего не происходит и здесь такой момент намерение то есть у вас должно появиться намерение как там трансерфер де реальности то есть пусть намерение появится но там зеланд он не говорит о том что нужно будет за свое намерение рассчитаться чем вот радостью или же второе страданием или стенанием и тут такой момент знаете когда люди говорят я хочу чтобы всем было на земле хорошо в этот момент нужно сказать человеку а ты готов рассчитаться за это чтобы всем было хорошо да ты создал такое желание ты создал желание стать самым богатым человеком ты создал желание быть там самым счастливым человеком похвально но чем ты за это будешь рассчитываться я готова жить с этим мужчиной готова быть с ним вместе я готова там быть богатой я готов быть там премьер-министром своей страны чем будем рассчитываться и у человека появляется заболевание появляется стена не появляется а с чем это связано с настроем и тут самое главное о чем хотелось бы сегодня сказать это самый важный момент который связан с человеческим самопознанием с эзотерической тайной это наш настрой наш настрой очень важен для того как мы из будем рассчитываться одни люди постоянно сама настраиваются на то чтобы в их жизни было все плохо я уже рассказывал своей первой бесплатной ступени о том что два человека могут по-разному реагировать на одни и те же условия проявляющийся в их жизни один человек попавший в эрмитаж будет говорить ах какие красивые картины ох как мне все нравится а второй при этом будет говорить надо же так много пыли то есть один человек заметит по и везде другой человек заметят везде красоту так и в нашей жизни самонастрой имеет важную роль я предлагаю вам сегодняшнего дня начать заниматься самонастраиванием себя начинайте заниматься самонастроем и начинайте говорить себе мне нравится это я радуюсь от того что у меня это мне нравится это вот этот самонастрой изменит вашу жизнь потому что это будет топливо того что в вашей жизни начнут проявляться изменения и они будут идти по принципу хороших изменений в вашей жизни то есть это будут хорошие добрые изменения потому что если начать смотреть политические новости там страшные фильмы то ваш самонастрой будет приводить вас к тому что ваше намерение которое до этого было у вас создана в виде слов допустим или мысли что я хочу поменять свою жизнь я не в своей тарелке будет создавать у вас условия при котором страдания вот смотрите я хочу поменять что-то в своей жизни что поменять вы забыли слова я хочу поменять в лучшую сторону или в хужую сторону не в своей тарелке знаете богатая женщина не в своей тарелке может оказаться в своей тарелке если она будет больная толстая бедная и старая тогда она будет своей тарелке почему паша всю жизнь страдает о чем я хочу вам сказать переориентируйте себя переориентируйте свои чувства переориентируйте их потому что ваше намерение где вам быть и чем или каким образом изменить свою судьбу она возможно только в случае если вы будете в намерении вкладывать еще и свою каждодневную работу над своими чувствами выберите свой расчет чем вы собираетесь рассчитываться с богом чем вы собираетесь рассчитываться за свои намерения что вы будете отдавать взамен как послужит это на то какая сформируется у вас судьба помните мои слова я хочу еще раз сказать мы есть то что мы чувствуем чувствуйте больше радости в вашей жизни будет сплошные хорошие на изменения тогда изменения которые будут у вас в виде ваших задач которые вы поставили хочу быть богатым человеком будет идти путем при котором не будет страдать не душа не тело не сознание не физическое тело тогда будут изменения хорошие подсо в любом случае любые ваши намерения хочу быть богатым человеком с политическими или с просмотром политических новостей с нервными состоянием в семье с вредностью вашей неминуемые там и так далее это все приведет к тому что вы рано или поздно начнете болеть физически и так далее но если вы уже заболели физически у вас все плохо тогда говорите что мои страдания и мои стенания я посвящаю дальнейшей своей прекрасной жизни это и есть эзотерическая школа кайлас с андреем дуйко жить легко поможет вам школа кайлас это то что я создал и это те знания которые я даю так как наша миссия нашей школы изменения человека не путем развала его жизни а путем созидательного строительства сознания чувств физического тела эзотерика может дать объяснение на все вопросы с эзотерик